Потому что все вот то, что он видит, это все правда. Вот эта чистота, вот это чувство, вот это чистая света, все это правда, это все может быть между вами. То есть Господь сразу показывает, что? Вот, допустим, вы холодильник покупаете, вам что будут показывать сразу? Все самое лучшее, понимаете? А то, что он может, допустим, перегореть где-то там, вам никогда не покажут. Понимаете, так и человека Господь тоже, он тоже try and buy. Ну, то есть он, демоверсия. То есть он показывает девушку, самое лучшее он показывает девушке у парня. Иначе бы вообще детей не было, понимаете? Показывает все самое лучшее, Господь говорит, смотри какой товар. Ну, вообще супер просто человек. Вот, отличный. Господь так открывает сердца людей друг к другу. И они, ой, 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 точно, точно. Вот. А потом же они все узнают. Невозможно же с холодильником жить и не узнать, что там косяки. Но косяки же не вызывают восторг, правда? От этого счастья же не возникает. Возникает разочарование. Поэтому нет вот этой вот чистой, светлой любви на всю жизнь. Понимаете, невозможно. Потому что мы несовершенные личности. Девушки ищут совершенного парня, парни ищут совершенного девушек. Не бывает. Скажете, а почему тогда любовь возникает такая чистая, светлая? Потому что, во-первых, две причины. Потому что вы очень похожи друг на друга. У вас одинаковая судьба. То есть, сильно друг друга замучает. Похоже, но одинаковая судьба, значит, одинаковые недостатки, одинаковые проблемы. Вот. Гармония возникает в судьбе. Поэтому и чувство чистое, сильное такое. Первая причина. А вторая причина заключается в том, что человек на самом деле по природе, по своей, очень чистый, светлый. Мы все души, понимаете, бессмертные. И душа, она чиста очень. Все эти качества, честность, доброта. Вот, допустим, у женщины есть качество души. Они у мужчины, у женщины есть. Но у женщины проявляются. Бог проявляет через женскую природу какие качества? Доброта, нежность, красота, заботливость, смирение, искренность, открытость. Чисто-сердечность, понимаете? Эти все качества женщине даны по природе, Богом. Через мужчину тоже проявляются качества души, такие как смелость, ответственность, серьезность, терпение, пострадание. Ну, то есть, способность самопожертвования. Кто погибает на войне? Мужчины в основном погибают, они жертвуют собой. Понимаете, это тоже возвышенные качества, понимаете? Чистые качества души проявляются через мужчину. Они привлекают женщину очень. Женщине нравятся эти качества, мужчине нравятся вот эти качества. Один послушник пришел к своему священнику и говорит, как мне свою жену любить всю жизнь? Он говорит, а ты помнишь? За что она тебе понравилась? Когда вы познакомились. Он говорит, я что-то уже не сильно помню. Ну, ты вспомни, ладно, я вспомнил. Вот она вот такой была передо мной. Вот теперь знай, что это правда. Она вот такая есть внутри. И ты должен всю жизнь ее такой помнить и именно такую в своем сердце беречь и к такой строить отношения. И тогда ты ее будешь любить всю жизнь. А если ты в ней увидел что-то другое, прощай, терпи, забывай. Воспитывай. Но помни ее именно такой. Теперь вы скажете, а где вообще такую вот любовь чистую, светлую узнать? Что вот человек помнит человека всю жизнь именно таким. Такая любовь существует в природе. Это любовь матери к ребенку. Она когда видит его, там понимаете, у нас такая интересная вещь есть. Энергия судьбы находится в сердце. Энергия судьбы, она в виде шарика такого окружает душу. Энергия судьбы. И она в детстве, она, ну этот шарик, он может быть прозрачным полностью. Как знаете, бывают стеклышки. Вот так смотришь прозрачно, а так поворачиваешь, уже не прозрачный. Вот этот шарик судьбы, он в детстве абсолютно прозрачный. И мама смотрит на ребенка и видит душу в нем. Видит чистоту, красоту в этом человеке. И она это все запоминает на всю жизнь. И она потом через эти глазами вот этой чистоты смотрит на своего ребенка. И даже если он делает кучу всяких глупостей, она знает его изнутри. Знает, что он за человек. Я правильно говорю женщина? И поэтому она его всю жизнь любит. Понимаете? Он теперь скажет, а что к мужику-то Бог так не сделал? Все бы классно тогда было. Я бы вот его видела чистоту всю жизнь и все. И любила бы его тогда всю жизнь. А вот он не сделал Бог к мужику такой или к женщине такой вещь для того, чтобы мы развивались. Понимаете? Иначе все у нас будет на готовеньком. Так где развитие-то будет? Мы же должны менять себя, развиваться. В этом смысл человеческой жизни. Не в том, чтобы нас обалдеть здесь и уйти из этого мира, а чтобы нам стать лучше. Поэтому Бог так создал этот мир, чтобы мы учились. Учились этой любви настоящей, учились. И так, видите, любовь нужно еще заслужить. Вот если ты умеешь прощать, просить прощения и видеть чистоту в близком человеке, настоящую чистоту, учиться видеть, а это непросто, тогда ты сможешь быть счастливой в семье. Ты скажешь, Олег Геннадьевич, я уже все, не могу видеть, он столько изменял мне уже и бил. Я не могу в этом человеке видеть чистоту. Какой выход? Вот не могу уже в этом все. Какой выход? А? Маленький, видите, вы знаете, да? Некоторые подумали, который только первый раз пришел, какой выход? Питкапан заодно, искать другую. Какой выход? Не получится. Как не получится? А потому что, понимаете, людей соединяет Бог. Вот мы сами любовь не создаем. Я нашла себе мужа. Да не можешь ты его найти. Бог тебе нашел. Он открыл его сердце, этого человека. Он завязал ниточки между вами. Он вам дал возможность почувствовать эту силу, чистоту. Он создал ситуацию. Он держит потом вас вместе. Уже 50 раз хотел уйти, чего-то не могу. Чего ты меня держишь? Да не держу я тебя, уходи. Не он держит, а Бог держит. Бог держит людей друг к другу, понимаете? Это его сила, энергия любви нам не принадлежит. И если мы бросаем все-таки человека, он потом страдает от этого, мучается. Бог будет дальше тебе за это платить той же ценой. Одна девушка мне задала вопрос. Говорит, Олег Геннадьевич, замуж не могу выйти. Я говорю, так вы же бросили человека. Она говорит, ну да, а как его можно было не бросить? Таким невозможно жить. Вот попробуйте, Олег Геннадьевич, таким пожить. Перечислил мне все. Я говорю, так вы со своей судьбой жили. Человек вам будет давать то, что вам положено только и все. Вы что думаете, вы получите от него больше, чем вам положено? Правильно. Нет. Не получите. Вот он вам давал то, что положено. Она говорит, все понятно. Когда следующего дали, Олег Геннадьевич? Я говорю, вы поймите, дорогая моя, что у Бога мужиков завались. Но они для него все родные. И он не хочет, чтобы еще следующего бросали, потом еще следующего. Ему жалко мужиков, понимаете, для вас. Она говорит, что же сделать? Я говорю, сначала раскаяться в том, что вы сделали. Сначала понять, что я не права, нельзя бросать просто так человека. А потом он подумает, подумает и увидит, если что вы готовы, как бы, свою судьбу нести. Тогда даст следующего. Скажите, а у меня много мужиков. Мне один, второй, у меня много. Да? Если у тебя много, тогда хотя бы с одним проживи лет пять. И посмотришь, о чем речь. Мы не говорим вообще о сексе, там, о том, что я с кем-то отношения строю. Настоящая любовь труднодостижима. Люди же, люди даже, представляете, они потеряли представление о том, что такое любовь. Они даже не знают о том, как можно любить человека. Они думают, что любовь означает в постели, вот надо, чтобы так, крики, визги, писки были. Вот это, что в интернет показывают. Вот это и есть любовь. Вот это мне, к этому надо стремиться. Так это не любовь, это просто эмоции. Любовь, это когда глубина есть, понимаете, вот, допустим, верность очень большая. Люди верны друг другу. Чисто смотрят, чисто смотрят друг на друг чистыми глазами. Смотрю в тебя, как в зеркало, как в самоотражении. И вижу в нем любовь свою и думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Любовь бывает долгою, а жизнь еще длиннее. Понимаете? Ну, то есть, вот это вот любовь. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Это любовь настоящая, она глубокое чувство вызывает, сильное. Но это аскеза, понимаете, не видеть мелкого. Мы, наоборот, сразу видим мелкое, как только оно появляется. И потом ждем любовь. Да, она не появится, но мы ее оскорбляем постоянно. Любовь, да. Любовь через подвиг приходит, понимаете, через подвиг настоящий. И трудиться над ней надо очень тяжело. Но самое главное, нужно усвоить одну вещь. Вот смотрите, если говорить вообще о влюбленности, люди в основном чего хотят? Они хотят очень сильных чувств. Они хотят. Я готов как бы трудиться. Но сначала мне надо очень сильное, чтобы просто крышу рвало, понимаете, Олег Геннадьевич. Сильные чувства мне нужны. Вспоминай, умираю. Вспоминай, умираю. Вот чего мы хотим. Только о тебе мечтаю. Запомните, есть разные эмоциональные окраски любви. Вот эта эмоциональная окраска, когда я вспоминаю, умираю, указывает на очень печальный исход. Почему? Потому что эта окраска указывает на неконтролируемую силу контакта между вами. Это значит, что настолько сильная связь между вами, настолько сильно судьба будет действовать через этого человека, что ты не переваришь. Ты не сможешь справиться. Потому что сейчас ты вспоминаешь, умираешь от счастья. А потом ты будешь вспоминать, умирать от горя. Потому что когда вот эта труба судьбы действует между вами так сильно, это значит, что она во всем будет сильно действовать, понимаете. Это значит, что любые несчастья могут произойти в любую секунду. Потому что ваша судьба через этого человека будет просто на вас валиться огромным потоком. Переварите ли? Вот в чем вопрос. И люди чаще всего не выдерживают этого. Они расходятся, потому что очень тяжело. А потом мы еще говорили о том, что если вспоминаю, умираю, то еще надо какой богородный человек должен быть, чтобы он согласился с тобой жить. Потому что ты же как бы... Вот представьте, допустим, себе. Вы говорите, Олег Геннадьевич, спасибо вам за вашу лекцию. Я так счастлив, что вы мне об этом сказали. Он сказал, господи, Олег Геннадьевич, успокойся. Правда ведь? Тяжело же терпеть любовь человеческую, радость. Тяжело же терпеть, правда? И когда вот так вот человек себя проявляет, один молодой человек встал, девушка пришли на лекцию. Олег Геннадьевич, мы с ней друг друга очень сильно любим. Я девушку спрашиваю, это правда? Она говорит, ну да. Слушайте дальше. Слушайте дальше, что было. Это было вообще, то есть, классика просто. Он говорит, Олег Геннадьевич, понимаете, у нас с ней просто все супер. Я говорю, девушка, я говорю, а что вы просто задаете? Он говорит, сейчас, Олег Геннадь, сейчас. У нас с ней все супер просто. Но ей что-то не нравится. Я не пойму, что ей вообще не нравится. Вот. Я ее спрашиваю, говорю, девушка, а что вам не нравится? Она говорит, Олег Геннадьевич, ей трудно выразить свои слова, давайте я вам расскажу. Я говорю, нет, давайте она лучше скажет. Она такая смотрит на меня, смотрит Олег Геннадьевич, говорит, я от него так устаю. Он меня уже своей любовью задолбал. Она, а он такой, перехватный микрофон, говорит, Олег Геннадьевич, это неправда. Это неправда, она меня так же любит, как я ее люблю. Я говорю, понимаете, один мужчина пришел ко мне делать диету себе, ну, то есть своему сыну, точнее. И индивидуально продукты питания подбирал. Вот. Он говорит, Олег Геннадьевич, подберите меня, пожалуйста. Я говорю, так вам кому надо, сыну или вам? Он говорит, обоим. Но нет смысла платить за обоих, подберите мне одному. Я говорю, почему? Он говорит, да он такой же, как я. Так действует любой, понимаете? Он такой же, он такой же точно, как я. У него такие же интересы, вкусы, предпочтения, все. Я говорю, давайте я вам два в одном сделаю. Вы заплатите за одного, я сделаю за двоих. Он говорит, зачем? Я говорю, посмотрим. И оказалось, что у ребенка прямо противоположное предпочтение. И поэтому ребенок больной, что он его кормит, а он любит папу. Папа то, что ему дает, он то и ест, потому что он его любит. Из любви, понимаете, ребенок так делает. А это ему не подходит, и поэтому он болеет. Я, когда ему это показал, он был в шоке. Он говорит, Олег Геннадьевич, я всегда думал, что он такой же, как я, потому что вы его любите. И он говорит, Олег Геннадьевич, этот парень говорит, вы понимаете, мы с ней очень сильно похожи во всем. И потом выяснилось, что у ней совсем другие желания, но просто он ее замучил. То есть она, понимаете, она его любит, но он перетягивает на себя одеяло любви. И вот, как бы он, понимаете, он ее просто замучил. Туда не смотри, сюда не смотри. Вот это мы с тобой будем делать, мы так с тобой будем жить, нам очень понравится. Она говорит, ладно, ладно. Понимаете? А сама говорит, Господь, что же мне делать? И потом мне, я говорю, а вопрос-то в чем ваш? Он говорит, Олег Геннадь, что-то она со мной общаться не хочет в последнее время. Так я говорю, так вы ее замучили просто. И он так не понял ничего. Такое слепое чувство, понимаете, возникает. Тебе кажется, что вот этот человек такой же, как ты, что ему нужно то же самое, как тебе. И его желание ты не учитываешь вообще, потому что любовь ослепляет. Так вот, допустим, мать любит своего сына. Много-много женщин ко мне подходило с одним и тем же вопросом. Взрослый сын. Олег Геннадьевич, почему мой сын меня не любит? Я говорю, так он вас любит. А где, как это можно заметить, извините? Я говорю, а как вы это, извините, заметите, если вы его уже задолбали? Понимаете? Женщина, она не просто своего ребенка любит. Она любит его судьбу и хочет жить его судьбой. И как вы представляете, как любовь к женщине устроена? Она это не только к ребенку, так женщину любит, так же и мужа. Она любит его жизнь всю, понимаете? И она хочет жить его жизнью. И поэтому так женщина переживает, когда муж делает что-то не то. Вот она говорит, сынок, ну не делай, пожалуйста, этого. И она ему не дает жить просто. Ему надо вот это делать. Ему надо ошибаться в жизни. Надо принимать решения. Надо действовать. И он замуж возьмет какую девушку? Какую? Которая является его ошибкой судьбы? Такой же ошибкой, как ты и совершила в своей жизни в прошлом. Ты же тоже вышла замуж не за того, как тебе кажется теперь. И он тоже должен эту ошибку совершить. А ты ему не даешь жить. Говорит, да это пройденный этап уже. Я таких таких видел уже. Это не наш человек. Для тебя пройденный этап, а для него любовь. Что ты ему жить не даешь? И все, она рушит отношения с сыном. Говорит, мама, ты меня задолбала. Да невозможно жить. Она говорит, я тебя не задолбал, я тебя люблю. Понял? И она искренне говорит. Понимаете, как страшно. И это мама, которая вот так искренне любит своего сына и желает ему самого лучшего. Которая хочет, чтобы его жена была по-настоящему дарящая счастье своему сыну. Моему сыну. И она знает, как счастье дарит моему сыну. И вот эта мама называется теща. Свекровь. Да, свекровь. Почему она называется свекровь? Потому что она замучает ее. Понимаете? Замучает. Теща еще хуже, да? Нет? Ну, теща. Хорошо. Ладно. Ну, то есть, все хорошие, мы все хорошие. Я просто о чем говорю? О том, что мы в любви слеплим. Мы не даем жить человеку просто. Не даем жить, понимаете? Поэтому он бегает от меня, что не даем жить. А человеку, чтобы жить, надо ошибаться. Или, допустим, почему... Вот, допустим, теща почему хуже, как я сказал. Не, она лучше, конечно, на самом деле. У меня очень хорошая теща. Потому что здесь судьба-то похожая идет. Смотрите, то есть, теща означает мать девочки, понимаете? А девочка означает, что... Вот она же сама осекалась на мужчинах. Она видела. Во! Смотри, кто ей достался. Так она вспоминает. У ей такой же точно был экземпляр. И что получилось? Она уже видит заранее. Судьба же похожая. И она берет, и за него замуж выходит. Представляете? И живут вместе. Так ничего хорошего не будет. Я уже знаю. Все равно разойдут все. И она к нему приходит, говорит. Я тебя сгною. Он еще ничего плохого вообще не сделал. У нее опыт не с ним. Просто похожий человек был, понимаете? И она уже ему заранее, представляете, приходит. И уже все, как бы. И он, ну, что делать вообще? Ничего плохого еще не сделал. Еще не успел. Предвосхищение событий идет. Это теща. А что делать? Дать возможность жить своей дочери. Потому что все те ошибки, которые ты совершила, это не значит, что это ошибки обрекают на ситуацию. Это значит, что их можно исправить. И твоя дочь, если ты будешь молиться за нее, она исправит это все. И тот человек, с которым ты не смогла жить, она сможет жить. Понимаете? Она будет лучше тебя, если ты будешь правильной тещей. А если ты будешь неправильной, ты будешь мешать ей жить и разрушать, разрушать, разрушать ее семью. Или, допустим, дочка пришла и жалуется маме. На что она жалуется? Да на то, что она уже мама видела с самого начала. И она смотрит на дочку. Так я тебе говорила. И что делать? Перетягивает дочку на себя. Все, она уже уверена. Точно все сбывается. А что надо делать? Она говорит, доченька, он хороший человек. Живи с ним дальше. Помогать, понимаете, жить людям. Помогать. Не перетягивать на себя. Не разрывать отношения. Не сомневаться. Не разочаровываться. А помогать. Верить. Любить. Потому что Бог соединил людей, не вы. И не вам решать, кто счастье вашей дочери подарит, а кто нет. Конечно, вы можете тоже решать. Раньше. В каком случае? А если вы очень возвышенный человек? Если вы свою дочку так воспитали, что она вам сильно верит, и если вы способны видеть, правильно видеть людей, и способны выбрать дочки нужного человека, она, если это почувствует, она согласится выйти замуж за того, кого вы ей выбрали. Но такие родители сейчас встречаются крайне редко. В основном они видят только плохое в том человеке, который выбран. И в основном разрушают семьи. Они помогают. Исключения есть, конечно. Я уверен, что в этом зале в основном исключения сидят. В основном только хорошие тещи свекрови сидят в этом зале. Я уверен, потому что вы мудрые люди. Вот вы меня уже слушаете больше часа. Это признак мудрости. Ну как меня можно слушать больше часа? Понимаете, это же столько демагогии уже сказал. Так, вы очень мудрые, поэтому вас это не касается. Но если вы увидели такую ситуацию, поймите, что это естественная ситуация, это нормальная ситуация. Если, допустим, ваши родители разрушают ваш брак, это нормальная ситуация. Это не то, что вам не повезло, это просто из любви происходит. Потому что любовь слепа по природе. Мы очень слепнем, когда любим человека. Мы желаем ему самого лучшего, а у него жизнь другая. Понимаете? Любовь слепа. И поэтому, веды говорят, женщина, мама не должна сильно вмешиваться в судьбу сына. Она должна возможности ему жить дать. Ошибаться, делать глупости. Мужчина, отец должен вкладываться в судьбу сына. Отец. Он с удовольствием даст ему возможность вмешиваться. Больше того, он сам ему будет воду бросать, когда тот не может плавать. Он сам будет так делать, чтобы сын стал сильным. У отца есть желание сделать из него мужчину. Но женщина это смотреть не сможет. При ней не надо его воду бросать, чтобы учить плавать. Не надо этого делать. Не надо сына учить драться за свои права, отстаивать свою честь при маме. Она с ума сойдет, когда это видит. Невозможно женщине это выдержать, в принципе. Да ты че, ты че ему в живот отдал? Внутри как ему больно. Мама такая, да? Идеи как бы... Супер, мама, отлично. Отлично, значит, мама сильный человек. Как солдаты меня мать провожала, тут и вся моя семья набежала. Ой, куда же ты, сынок? Ой, куда ты? Не ходил бы ты, паренек, во солдаты? В Красного армии штыки. Чай найдутся? Без тебя большевики обойдутся. Обычная история. Зачем этот урок нужен вам был? Это хороший вопрос. Этот вопрос касается всех людей, сидящих в зале. Вот вы говорите, я такой человек, что мне надо сначала обеспечить семью, а потом рожать детей. Это нормально. Но надо знать еще кое-что. Что в личной жизни мы в первую очередь должны научиться, это только через стресс, через то, что с вами произошло, человек может этому научиться, только через тяжелые какие-то события или глубокую мудрость. Мы должны научиться в первую очередь понять, что нужно не мне, а моему близкому человеку в жизни. и со мной. Потому что если я этого не сделаю, не пойму, я тогда потеряю этого близкого человека. Это касается всех людей. Потому что мы слепы в отношениях. Все мы слепы. Вот если взять, допустим, эту девушку, то она выходила замуж с очень пылким чувством к нему. Я сейчас вашу судьбу расскажу. То есть она вас сильно просто любила. То есть с очень пылким чувством. Вот. И она, ну естественно, когда человек сильно любит, он также и приносит беспокойство, какие-то трудности. То есть она вас мучила, вы терпели, как бы, у нее было пылкое чувство. Вот. И так было где-то два года. Два года как было. И в вашей жизни с ней произошло одно событие, которое вы даже, может быть, и не помните. Но это событие было ключевым в ваших отношениях. Потому что у нее самое сильное чувство и желание было иметь от вас, именно от вас, детей. И, а в один прекрасный момент это было примерно, ну я не могу точно сказать, ну примерно года, наверное, полтора или два назад вы ей сказали, да не пальцы ты с этими вообще делами. Я не знаю точно, как вы сказали, но вы ей сказали очень жестко по поводу ее вот этого желания. И в этот момент у нее все обломалось внутри и она просто разочаровалась в ваших отношениях. Она потом попала в депрессию, она как бы ходила сама не своя какое-то время, а потом приняла решение, это было, решение было принято 8 месяцев назад, что она от вас уходит. И причина только одна, она поверила в те слова, которые вы сказали. Все. Больше не было причины. И единственная причина расставание ваше, это не то, что вы не дали ей детей, а то, что вы не поняли ее самое главное внутреннее, вот этой мечты, этого желания сильного, и вы его попрали просто, вы его растоптали. И в результате она просто сломалась, как личность. И сейчас она находится в этом глубоком надломе, и она вам мстит за это сейчас. Мстит. То есть у нее жесткий такой настрой разрушать вас, разрушать. То есть она против вашего существования смог. Ну, то есть я вам скрыл как бы проблему, теперь вам надо ее решать по-доброму. То есть если вы будете сильно раскаиваться там перед ней, она будет только чувствовать себя в свое превосходство. это не даст ей ощущение, что в вашем сердце что-то поменялось. Потому что вы ее очень сильно доказали, что вы сильный мужчина. А женщине надо доказывать не то, что ты сильный, а то, что ты добрый. Понимаете, вот вашу доброту она не чувствует. Она чувствует только вашу силу, и сейчас свою силу вам показывает. Все, вот это то, что произошло. У вас хороший наставник, хороший. Он вам посоветовал правильные вещи. Правильные вещи. Делайте это, поставьте срок. Срок такой, если через 7 месяцев она не вернется к вам, вам надо ставить точку и заканчивать это все. Потому что у вас только 7 месяцев есть времени, и я очень мало шансов даю на то, чтобы она вернулась. но если она вернется, это значит, что вы очень, ну, Бог вас очень любит. Потому что у меня есть проценты, а у Бога есть воли. Он может сделать все, что хочет. Ну, девушка, вот, на втором ряду. Добрый вечер. Олег Геннадьевич, спасибо большое вам просто за душу, которое вы каждый раз задаете немножко. Вот я предложу ей счастье. Спасибо. А в вопросе о том, как существо, у нас, может, все хорошо, у нас же родители слава богу. Дело в том, что мой отец очень тяжелый и личный, непоносимый, но я его обожаю, потому что он мой отец. Он молодец. У нас двое, я его родительская мама. Отец проживает со своей женой и с моим родителем, с его семьей. В последнее время все хуже будет ситуация, связанная, плюс еще и с его здоровьем, но все инфаркты, где-то задумываются, выполняют да, вы не знаете все про его здоровье. Вы не знаете, что его поведение сейчас обусловлено тем, что вот эти все инфаркты, они идут из-за того, что его психика очень сильно напрягается. И это напряжение психики сейчас приводит уже к тому, что у него появились определенные акценты личности. То есть он начал, буквально, слово, вести себя неадекватно. Это болезнь, это не поведение, запомните. Это болезнь. Болезнь. Если хотите, я что могу сделать для вас? У меня есть метод, то есть я ставлю семена в уши, такая методика, которая может нейтрализовать просто болезнь. Ну то есть, если мы поставим семена, то вот этот чак возбуждения, который делает его неадекват, он уйдет из его головы. Это не значит, что я болезнь вылечил. Но я уберу вот это вот, то, что разрушает сейчас вашу жизнь. Аминь, и с моей матери даже не есть подъемления. Это было да, он, это был черные глаза, и все такое. Ну, классно же. И слава богу, да, 40 лет, и это такой фест, а мы сейчас не живем практически, а отец со мной не уплотал, он саморазрушает, он безбожен, и это очень... Но если он захочет, он сможет от себе на уши наклеить вот эти вот как бы лапшу вот эту, то тогда ему поможет. Ну, он так воспринимает, что это лапша будет на ушах. Тогда ему поможет. А я бы не знаю больше, что для вас сделать. И если вы хотите знать, как эту болезнь лечить, ему надо длительно двигаться, долго, и стоять возле деревьев. Тогда он может вылечить, потому что он напряжен просто, ему надо погасить это напряжение в голове. У него же напряжение делает инфаркт. Давайте по теме лекций, мы хороши, у нас такое правило, в конце лекции всегда вопрос по теме лекций. У вас по теме лекций, девушка? Да. А, не по теме. Хорошо, вот вас по теме? По теме. Давайте вот белыми платочками. и, конечно, мы, 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 Нормально. Женщина может быть намного старше и может быть очень чистая любовь. Просто чем больше разница именно в эту сторону, что женщина старше, а мужчина младше, тем больше требуется от женщины женственности, от мужчины мужественности. Ну то есть надо просто эта разница, она компенсируется правильным настроением людей. И может быть даже такая разница. Но я могу еще больше добавить, что вы сама такой человек, очень мудрая, вы ничего не сказали про вашу жизнь. Без всяких моих лекций. Вы сами очень много сделали хорошего в своей жизни. И я могу сказать про вас тоже самое. Мне бы хотелось бы сказать, что детали, что я согласен, что я больше, чем больше. Спасибо. Я хочу спросить вот девушку сзади, вот в бочках, черный волос, сильно поднимала руку. Или вот в черном одежде, вот девушка, да, 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 да. Дайте имя, а то она подумала, что я никогда не спрошу, потому что она сзади. Нет, еще дальше, еще дальше. Не могу такие мысли терпеть. Вы, да. Вы, да. Да. Ага. А вот мой друг говорит, что он не большой мужа, но он слабый, не работал, не развивался. Да? А для этого я сейчас скажу, что если бы мой муж не принесли, не даровал, не слабый. Ну, слушай, классно, правда? Вот если муж не работает, и он слабый. Супер, я не знал даже об этом, такой закономерности, я даже не думал об этом, представляете? Муж изменяет, слабый, не работает. Вот. Я развожусь просто, и получаю себе сильного, работает классно. Представляете, какой классный вариант. Я даже не знал об этом. Спасибо вам, что вы мне раскрыли глаза. Ну, да, вам такого нужно, да. Ну, как бы, это не значит, что именно такое появится теперь. Мои хорошие, если бы вы знали, какие там минусы. Поймите такую вещь, что в вашей жизни у мужчин у всех будут минусы всегда одинаковые. Понимаете, Бог вам не даст сильного, который зарабатывает. Вы готовы это услышать? Да. Давно слушаете мои лекции? Нет. Ну, не готовы. Может быть, вы не готовы, мне кажется. Нет, это как бы. Мне кажется, вы, можете честно, вы сказали, что по теме или 2,5% или мои стены вы говорили. Но как вы, если бы вы работаете, то я очень много, но вы думаете, что это по теме, как раз. Это по теме. Так вот, моя хорошая, знаете, что если вам Бог даст все-таки сильного, который работает и зарабатывает, он будет правильно, видите, вон упала сумочка, подтверждение, он будет очень жестоким человеком, и ваша жизнь будет в опасности. Поэтому Бог вам не дает такого, может ли того, чтобы сохранить вашу жизнь. А если вы хотите знать, почему не работают все у вас? Причина заключается в том, что в прошлой жизни вы были мужчиной. И вы очень много изучали, как правильно жить, но не работали при этом. Сейчас все вокруг вас тоже занимаются тем же самым. Они все изучают вокруг, но работать не хотят. Да. Вот и ответ на ваш вопрос. Что? Все, что, что, еще раз? Вы, понятно, если вы в прошлой жизни не работали, вам придется работать в этой... Моя хорошая, я желаю вам счастья. Надо дальше лекции слушать, вы все узнаете со временем о своей жизни. У вас хорошая, хорошая судьба, все будет хорошо. Вам положено по судьбе, знаете кого? Вам положено по судьбе доброго мужа, который потихонечку, слушая ваши наставления и советы, потихоньку, помаленьку начнет работать. Это произойдет, то есть он будет работать, но вам должны прилагать усилия. У вас будет муж, все будет хорошо у вас в жизни. Просто не то, что вы думаете. Вот не так, как вы говорите, что вот у меня будет такой сильный, работающий. Это просто ваша мечта. Запомнитесь, мечта разрушает жизнь человека. Если женщина так сильно поверила в мечту, имейте в виду, мечта это не жизнь. Вы слышали меня или нет? Потому что в современной психологии люди говорят, визуализируй свою мечту, сильно поверь в нее и ты ее достигнешь. Это полный бред. Запомните, мечта это противоположная жизнь. И часто люди, когда начинают думать, кого им надо, и сильно мечтают об этом, они остаются одинокими. Потому что Бог даст то, что положено, а не то, что хочется. Это не то, что если я хочу мороженое, значит я получу мороженое. Это так, с мороженым, но не с мужиком. Потому что несопоставимые вещи, понимаете? То есть все равно, что если я мечтаю, допустим, иметь там 10 миллионов долларов, значит я получу 10 миллионов долларов. Это вот такие вот сопоставления, понимаете? Если я мечтаю об этом, значит вообще без штанов останусь. Потому что вместо того, чтобы мечтать, надо работать, начать. Ну давайте вы вот дальше в очках, да, вот вы. Спасибо. И то, и другое. И то, и другое. Вы и так не делаете? Я сам скажу. Вы очень глубокий человек, искренний и хороший. И ну как бы с такими людьми, как вы, жить одно удовольствие. Вот если говорить о вас, понимаете? Но вы просто не знаете одну вещь, не знаете. Потому что женщины, есть две категории женщин. Одни женщины очень сильно знают, как мужиков сшибать с ног, но потом не знают, как с ними жить. Ну то есть у них много внешней красоты, у них силы есть. Но потом они не знают, что с ними делать, с этими мужиками. То есть как им служить, заботиться они не умеют, потому что они всю силу направляют на то, чтобы сшибать их с ног. И они умеют, без проблем. Но жить потом не могут. Понимаете, у вас все наоборот. Вы можете жить, человек, но с ног сшибать не можете. Понимаете, вам надо научиться быть сильной, как женщина, влиятельной. То есть надо научиться так себя вести, чтобы сбить кого-то с ног. Потому что это единственный способ выйти замуж. Вот он сам не упадет, понимаете, перед вам не споткнется. Нужно усилия женские прилагать. А вы не прилагаете. Но я вам еще один совет дам. Вам нужно найти человека, который вас будет знакомить. Потому что даже если вы будете так чувствовать, делать, вы все равно, у вас будет очень слабая возможность. Но если вы будете прилагать внутренние усилия, плюс вас кто-то будет знакомить, тогда у вас все получится. Спасибо. Можно подробнее, да? Нет, у нас сейчас уже должна лекция заканчиваться. Сейчас у нас будет тренинг небольшой. Вообще не по теме. Это очень легкая тема с точки зрения того, что я сейчас буду говорить. Хотя для вас она была очень интересной. На самом деле она не такая глубокая, как некоторые из моих лекций. Я говорил вам простые какие-то вещи, важные, ценные, но есть глубже вещи. Самая глубокая тема в этом мире, самая глубокая, это звук. Запомните, звук – это сила, которая постоянно мучает наше сердце. Мы постоянно вспоминаем свою жизнь, себя. И вот это вспоминание, которое происходит каждый день в нашей жизни, оно является результатом звучания нашей судьбы. Наша судьба именно звучит, и сердце исходит в звук судьбы. Но этот звук всегда сразу превращается в память о себе, и поэтому мы не слышим этого звука. Понимаете? Так вот, знайте, что именно звуком этот звук судьбы и побеждается. И поэтому с древних времен люди молятся. Знаете, что этот звук победы над судьбой, он имеет определенную окраску. Вот, например, если я повторяю, «Я желаю всем счастья», я судьбу не побеждаю. Почему? Потому что эмоции – это поверхностный звук. Если я повторяю, допустим, от сердца, «Я желаю всем счастья», этот звук хороший, я как бы имею счастье, вам отдаю. Но судьбу я этим звуком победить не смогу, потому что это звук ума, а судьбу побеждает разум. Звук разума – это звук живущей памяти. Запомните. Смотрите, допустим, я и должен о чем вспоминать? Я должен вспоминать или о Боге, которого я не знаю, поэтому вряд ли о нем вспомню, или о тех, кто молится Богу. А вот эта память вполне доступна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok